В Самаре подвели итоги второго хакатона «Креатив на Волге». 100 участников, 25 спикеров. Два дня на площадке работали лектории, мастер-классы. 20 команд трудились над своими проектами по четырем трекам, каждый из которых направлен на развитие городского пространства и туристической привлекательности Самары. Какие проекты стали победителями, кто и как оценивал идеи креативной молодежи, расскажем далее. 100 участников, 20 команд, 4 трека и много нестандартных решений. В течение двух дней на площадке хакатона «Креатив на Волге» команды готовили проекты и учились новому. Все те семинары, которые проходят, лекции, презентации, это большое количество материала информационного, которые все те, кто пришел на фестиваль, все, кто участвует в «Креатив на Волге», они его получат. И это, безусловно, шаг вперед, все уйдут с новыми знаниями. Победителем трека «Самарская идентичность» стал проект «Самара – город широкой души». Широкая душа и любовь отдыхать и жить на широкую ногу. То есть вот оно как-то транслируется и в городском укладе, и в природном, и поэтому все это упаковали именно в такую концепцию. Команды победителя получили денежные призы. Правительство региона заинтересовано в дальнейшей реализации проектов. Наиболее яркие идеи, которые сегодня здесь прозвучат, получат какую-то поддержку, в том числе, возможно, это и финансовые, через различные гранты и субсидии. В планах организаторов Хакатона выйти на федеральный уровень. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Галаши.